Ну, понятно, что если бы у меня были полномочия, я не буду говорить, что бы я делал, если бы я стал президентом России, потому что я бы не хотел стать президентом России, потому что я вижу какой-то титанический труд, и я не готов свою жизнь положить, как это ни странно, для того, чтобы работать, потому что быть президентом — это работать, и мы видим, что это работа такая серьезная. Но если бы у меня были возможности что-то поменять, то первое, что бы я сделал, я бы реформировал бы судебную систему, чтобы она была реально независима. В судебной системе есть две проблемы — это нехватка судей и их зависимость от каких бы то ни было явлений, потому что, к сожалению, несмотря на то, что судебная система развивается в лучшую сторону, действительно, но нет независимости и не хватает судей. То есть есть недоверие граждан к судебной системе. Это первое, что бы я поменял, потому что если будет судебная система более или менее совершенна, то многие проблемы, вопросы уйдут. Вот недавно обсуждался вопрос, и сейчас обсуждается, когда учительницам дали по 20-30 лет тюрьмы за совращение своих учеников. Казалось бы, это шок, но есть закон, и закон работает. У нас закон работает не всегда, к сожалению. Это первое, что бы я сделал. Второе, опять-таки, я вот в силу своей профессии поменял бы несколько законодательств, связанных с причинением вреда здоровью. У нас на сегодняшний день имущественный вред наказывается значительно более сурово, чем вред здоровью. То есть такие статьи, как там 116-е по бою, 115-е, легкий вред здоровью, они вообще зачастую не предусматривают лишение свободы как таковое. Хотя мы понимаем, что причинение вреда здоровью порой наносит более серьезный моральный даже вред человеку, нежели какие-то кражи и имущественные преступления. Третье, что бы я поменял, это, наверное, ужесточил наказание за распространение недостоверной информации в СМИ. Потому что на сегодняшний день, как это может быть неприятно журналистам, но средства массовой информации порой уничтожают людей, стирают в пыль карьеру, жизнь, все то, чего достигали и добивались люди десятками лет. То есть на сегодняшний день любое маломальское средство массовой информации может человека как поднять до небывалых высот, так его опустить и уничтожить полностью. И, конечно, это необходимо как-то законодательно регулировать в более жестком формате, потому что сейчас это 50 тысяч рублей морального вреда, никто не боится и все используют СМИ в своих целях.